МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В утреннем эфире вы услышите. Музеи города готовятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». 20 мая в культурных учреждениях будут проходить различные события от выставок до мастер-классов. Мероприятие будет посвящено истории и историям. Людям расскажут о сохранении исторической памяти, научных открытиях, героях и наставниках. Событие приурочено к Международному дню музеев, который отмечался 18 мая. В Ульяновской области насчитывается множество болот, памятников природы. Особое внимание, например, привлекает Шамуршинское болото, расположенное к северо-западу от села Шамурша Кузоватовского района. В прошлом оно было озером, но с течением времени его поверхность покрылась растительностью и озеро превратилось в тот. Соль – неотъемлемая часть практически любого блюда. Она необходима для жизнедеятельности человека. Соль состоит из натрия и хлора. Эти минералы важны для нормальной работы организма. Но есть золотое правило – все хорошо в меру. Так что не потребляйте соль в большом количестве. Врач Лиля Кириллина подскажет, как сделать это правильно. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! Сегодня, 19 мая, в России отмечается День фармацевтического работника. В разные годы истории, 19 мая, происходили следующие события. В 1586 году в устье реки Самары началось строительство русской крепости. Именно в связи с этим событием в наше время, 19 мая, отмечается День рождения города Самары. 19 мая в 1802 году во Франции учрежден Орден Почетного Легиона. 19 мая 1905 года родился ученый-агроном, селекционер Сигизмунд Берлянд. С 1953 года по 1977 год он заведовал кафедрой растениеводства и селекции в Ульяновском сельскохозяйственном институте. Сигизмунд Берлянд опубликовал более 100 научных работ, вывел ряд новых сортов сельскохозяйственных культур. 19 мая 1922 года на Всероссийской конференции комсомола принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Впоследствии в Советском Союзе эта дата стала отмечаться как день основания Всесоюзной пионерской организации. В 1956 году 19 мая открыто прямое, беспересадочное железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Веной. 19 мая 1984 года в Пензе открыт памятник герою Отечественной войны 1812 года поэту Денису Давыдову. Это единственный из пяти памятников Денису Давыдову в России, который увековечил его в невоенной форме. 19 мая 2008 года впервые поднялся в небо российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ Ульяновская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 20 мая и будет приурочена к празднованию Международного дня музеев. Об этом на заседании штаба по комплексному развитию региона рассказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. По ее словам, ключевыми событиями празднования станут семинары и конференции. А на протяжении нескольких дней до 20 мая включительно ульяновцы смогут увидеть самые интересные выставки и проекты. 18 мая ежегодно с 1977 года решением ИКОМ отмечается Международный день музеев. Ульяновская область ежегодно принимает участие. 445 тематических мероприятий включает программу Международного дня музеев на территории Ульяновской области для жителей региона и гостей в период по 20 мая. Ключевыми профессиональными мероприятиями станут методический семинар музеев Приволжского федерального округа, музейные мануфактуры на базе историко-мемориального центра Гончарова. Мероприятие направлено на повышение внимания к работе муниципальных музеев со стороны Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура», связанным с внедрением модельного стандарта муниципального краеведческого музея. Здесь я отмечу, что по этому мероприятию в этом году мы получили поддержку на один муниципальный музей, на следующий год в рамках нацпроекта на один муниципальный и один региональный, на следующий, 24-й год, мы будем заявлять 10 муниципальных музеев на оборудование и второй региональный музей. Поэтому заявку формируем на 11 музеев от Ульяновской области. В семинаре принимают участие представители музеев Поволжи, в числе которых Мордовия, Чувашия, Татарстан, Самарская, Саратовская области, Пермский край. Музейщики поделятся опытом лучших практик по организации работы методических центров, формами работы с посетителями в музеях ПФО, а также представят опыт реализации программы первого года нацпроекта «Культура». В Ульяновской области в этом году в программу попал и поддержан Майнский историко-краеведческий музей. Мы его посещаем и смотрим, как мы реализовали национальный проект «Культура». В режиме видеоконференц-связи в работе семинара примут участие сотрудники Лутугинского районного дома культуры имени Шевченко. 19 мая с 11 часов начнет работу Межрегиональная научная конференция «История и современность Среднего Поволжья». Принимают участие в конференции 56 сотрудников музеев, архивов, библиотек, преподаватели, научные сотрудники высших учебных и научно-исследовательских учреждений, краеведы из Ульяновской, Самарской областей, Республик Татарстан и Мариэл. Цель конференции привлечь внимание к научным работам в сфере краеведения итогом станет издание электронного сборника «Краеведческие записки». Работа конференции в 2023 году будет проходить по направлениям археологии Среднего Поволжья, историческое краеведение, литературное краеведение. В этот же день, 19 мая, состоится торжественное заседание Совета музеев Ульяновской области. В этом году Совет музеев отмечает 10 лет с момента его создания. В ходе мероприятия будет презентован потенциал ульяновских музеев. Молодые сотрудники представят яркие музейные проекты, реализованные за предыдущий год, в числе которых проекты, посвященные брендированию музеев, популяризации музейной деятельности, посредством разработки настольных игр и новое экспозиционное решение. Также в этот день будут награждены сотрудники музеев, правительственными и ведомственными мерами поощрения, будут подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства среди музейных работников Ульяновской области. Конкурс проводится на постоянной основе с 2008 года. Ежегодно в нем принимают участие более 50 работников государственных и негосударственных музеев Ульяновской области. В 2023 году на конкурс поступило 22 заявки от работников государственных музеев, 6 заявок от работников муниципальных музеев и 4 заявки от работников ведомственных музеев. Отбор проводится по 6 номинациям. Итоги будут подведены, победители будут награждены и также победители областного конкурса станут номинантами конкурса профессионального мастерства среди музейных работников Приволжского федерального округа. Завершает празднование Международного дня музеев традиционное событие для жителей и гостей в рамках Международного дня международная акция «Ночь музеев», которая инициирована уже в 15-й раз Министерством культуры Российской Федерации. В 2023 году в год педагога и наставника мероприятия объединены девизом «История и истории». Принимают участие Федеральный государственный историко-мемориальный музей «Заповедник Родина Ленина», 15 областных государственных учреждений культуры, в числе которых региональные музеи и филиалы, молодежные центры современного искусства, театр юного зрителя, драматический театр, театр кукол, музей народного творчества на базе Центра народной культуры. 17 муниципальных музеев, порядка 250 тематических творческих площадок, подготовленных нами, рассчитанных на участие свыше 6 тысяч человек. 20 мая музеи Ульяновской области региональные и федеральные для посетителей работают до 22 часов. На территории муниципалитетов режим работы определен по каждому району. Вход в музей посещения для льготных категорий остается бесплатно. Для остальных, в соответствии с утвержденным прескурантом, но это вполне нормальная стоимость, от 50 до 300 рублей на различные программы. И в этом году, в Ночь музеев, впервые, так как год 150 лет, Рахманинова в рамках указа президента театра юного зрителя, небольшой, проводит 6 часов в живой музыке, связанные, посвященные Сергею Васильевичу Рахманину, в созданной ими экспозиции здесь на стационарной площадке. И я благодарю Ульяновский государственный педагогический университет за сотрудничество с Молодежным центром современного искусства, где будут представлены экскурсии. И также мы приглашаем родителей и малышей в театр кукол, в музей на программу «Музейной ночи малышей». Вы слушали министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгению Сидорову. Ульяновск. Спорт. С 12 по 13 мая в Московской области завершился чемпионат России по спорту слепых – дзюдо. Результаты Ульяновской области. Первое место – Рушан Каримов. Класс J1 – 60 килограммов. Дарья Стаканова. Класс J2 – 57 килограммов. И Ольга Забродская. Класс J2 – 70 килограммов. Третье место – Айгуль Файзулина. Класс J2 – 48 килограммов. С 12 по 15 мая в Рязани прошли всероссийские соревнования под Хэквондо – кубок Рязанского Кремля. Серебро у Ники Кузнецовой – 33 килограмма. Бронза у Ксении Исайчевой – 59 килограммов. 14 мая в Минске состоялись открытые международные соревнования по шинкео-кушин карате. Наши спортсмены достойно представили ульяновскую землю и в Ката, и в Кумите. Команда из Ульяновска завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. С 12 по 14 мая в Стерли-Тамаке проходил открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2012-2015 годов рождения. В соревнованиях приняло участие более 350 юных борцов. Победителями и призерами стали борцы из Димитровграда. В весе до 25 килограммов. Второе место – Карим Матвеев. До 27 килограммов. Первое место – Магомед Бекаев. Второе место – Умар Актомиров. До 32 килограммов. Первое место – Рамзан Бекаев. В спортивной школе Олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Анатолия Ивановича Винника прошло первенство по греко-римской борьбе среди новичков. В соревнованиях приняло участие 104 юных воспитанника. Об итогах первенства нам рассказал директор спортивной школы, заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Андрей Криков. В зале спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Анатолия Ивановича Винника состоялось первенство школы на призы автономной неконерческой организации поддержки и развития спортивной борьбы имени Анатолия Ивановича Винника среди новичков 2014-2015 годов рождения. На церемонии открытия присутствовали олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Константинов Виталий Викторович, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы, призер чемпионата мира Гулеев Зафар Сафарович, обладатель Кубка мира, чемпион Европы Иньков Николай Иванович, сурдолимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира Голованов Евгений Александрович, победитель первенства мира среди молодежи мастер спорта международного класса Ивашкин Александр Васильевич, неоднократный победитель и чемпион России, победитель многих международных турниров мастер спорта международного класса Якушев ЗФР Рафаилович. Также на церемонии открытия присутствовал двукратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Елизарев Михаил Евгеньевич. Мы на церемонии открытия этих соревнованиях наградили лучшего спортсмена нашей школы. Им признан Ясницкий Даниил, который является неоднократным призером первенства Приворского федерального округа. Также мы наградили тренеров, которые подготовили его к таким соревнованиям. Это Габитова Альберта Борисовича и мастера спорта международного класса Якушева ЗФР Рафаиловича. Эти соревнования прошли в очень хорошей атмосфере. Основная задача – это был просмотр нашего резерва в нашей школе новичков, которые в ближайшем будущем составят основной костяк нашей школы. А теперь о предстоящих спортивных событиях. В субботу, 20 мая, с 9.45 до 13.00 на Соборной площади пройдут соревнования по уличному баскетболу – стритбол – в рамках спартакиады работников предприятий и организации города Ульяновска. В универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» с 9.15 до 17.00 будет проходить чемпионат и первенство Ульяновской области по бадминтону в одиночном разряде. 21 мая, в воскресенье, с 9.00 до 21.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» состоится областной турнир и первенство города по танцевальному спорту «Большая Волга-2023». «Наш край» – Ульяновская область. Болото Шамуршинское расположено к северо-западу от села Шамурша Кузоватовского района. С юга и запада к нему примыкает сосновый лес. Вокруг остальной части – безлесные пространства. Болото утверждено памятником природы решением Ульяновского обл. исполкома от 3 мая 1988 года, номер 204, поскольку это одно из интереснейших мест Ульяновской области, где встречаются редкие или ценные лекарственные растения. Болотная впадина образовалась на водоразделе рек Коносаевки и Томышевки. Склоны впадины высоко возвышаются над ее поверхностью – до 10 метров в западной части и на 2-3 метра в восточной. Крутые возвышенные склоны придают болоту необычный живописный вид. Болото сравнительно небольшое, его площадь – 10 гектаров. Образовалось оно в песчаных породах Сызранской свиты палеогена. Интересно, что в прошлом болото Шамуршинское было озером, окруженным сфагновой сплавиной. Затем, вследствие обмеления, озеро превратилось в болото. Это видно из того, что сфагновых мхов здесь почти нет. Глубина воды достигает нескольких метров, и растительность представлена осоко разнотравными сообществами. Особый интерес, несомненно, имеет растительность бывшей сплавины. Именно здесь встречаются редкие сообщества. Большая часть сплавины занята топяно-осоково-сфагновой ассоциацией. Изредка встречаются небольшие березки и сосенки. Из кустарников здесь распространено редкое растение нашей области – ива лапланская. Само название этой ивы говорит о ее северном происхождении. Это кустарник до двух метров высотой с листьями густо-беловойлочными снизу и светло-серыми сверху, отчего все растение смотрится очень эффектно на фоне желто-зеленого сфагнового ковра. В юго-западной части болота небольшая часть сплавины занята осоково-клюквенно-сфагновой ассоциацией. Из осок здесь произрастают осока топяная и осока шерстистоплодная. Клюква болотная здесь встречается лишь на небольшом пятачке, хотя в большом обилии, но развита довольно плохо и плодоносит слабо. Это говорит о том, что условия для ее произрастания ухудшаются, и если не принять в ближайшее время ряд охранных мероприятий для болота, она исчезнет совсем. На всей сплавине довольно обильно встречается насекомоядное растение – оросянка круглолистная. Правда, ее экземпляры слабые, мелкие и бледные. Нет характерной ярко-красной окраски у листьев, а у некоторых особей они и вовсе зеленые. В центральной части болота в большом обилии растет ценное лекарственное и красивое растение – вахта трехлистная или трифоль. Ее розоватые и белые цветки в крупных соцветиях на длинных цветоносах видны даже ночью, поскольку на ночь не закрываются. Селится вахта обычно на краю заросших водоемов из плавин, несет вахту, как бы предупреждая путника об опасности. Отсюда и название рода. Красивые и изящные цветки вахты похожи на мохнатые звездочки и приспособлены к опылению насекомыми. В листьях вахты содержится незначительное количество йода, много витамина С и других полезных веществ. Экстракт травы вахты способствует хорошему пищеварению, поэтому часто вахту называют аппетитной травой. Ее применяют при заболеваниях почек и печени, при малярии используют в ветеринарии. Настой листьев добавляют в пиво, чтобы придать ему горечь. Кроме того, вахта – отличный медонос. Ее охотно посещают пчелы и поедают лесные звери. Здесь же встречается довольно редкая для нашей области пушица изящная или тонкая. Растения из семейства осоковых пушица так названы из-за наличия соцветий в виде шаровидных головок. Эти пуховки годятся для набивки подушек и матрасов. Их применяют также в текстильном производстве, добавляя к шерсти и хлопку. Идут они и на изготовление ваты – шляп. На пушице изящной – несколько головок болотного пуха, представляющих отцветшие колоски. Колосок отцветает в конце мая, а из нитей околоцветника вырастают белые волокна. Самую окраину болота занимает зона лага. Глубина воды здесь больше метра. Повсеместно произрастают береза пушистая и ливопепельная. Травянистая растительность представлена ассоциациями из осоки пузырчатой и вейника сероватого. Флора болота Шимуршинская насчитывает 36 видов сосудистых растений и 7 видов мхов. На болоте имеются отложения торфа, но они не больше одного метра. Как уже было сказано, болото Шимуршинское подвержено значительным антропогенным нагрузкам. Сюда пригоняют скот на водопой. В окрестностях болота идет рубка леса. Оно используется в качестве охотничьего угодья. Здесь селится водоплавующая дичь. В результате нарушается естественная целостность растительных сообществ. Необходимо создание охранного режима на болоте в соответствии со статусом памятника природы. Вкусно и полезно! С вами Наталья Якузина и региональный центр общественного здоровья. Каждый гипертоник знает, что соль – частая причина повышенного давления. А еще из-за переизбытка соли в организме появляются сухость во рту, головные боли, отеки, вздутие живота и даже рассеянность и раздражительность. Вот так послушаешь про соль, что она белый яд. И даже не верится, что когда-то, очень давно, соль ценилась дороже золота. А в некоторых восточных странах в качестве наказания осужденных заставляли есть несоленое мясо. Страшная пытка! Дело в том, что поваренная соль состоит на 40% из натрия и на 60% из хлора. ОПА-минералы отвечают за регуляцию жидкости в организме. Хлор входит в состав желудочного сока, а натрий необходим для поддержания работы мышц и нервной системы. И тем не менее, медики рекомендуют употреблять не более одной чайной ложки соли в день. А мы это делаем в три раза больше. Безусловно, мы не едим соль из солонки. Она поступает в организм с уже готовыми продуктами, типа с колбасными изделиями, сыром, чипсами, майонезом, кетчупом, консервами и так далее. Соль обязательно надо ограничивать. Врач Лилия Кириллина подскажет, как правильно это сделать. Чем можно заменить соль в рационе без потери вкусовых качеств блюд? Морская капуста. Так называют водоросли ламинария. Добавьте их в салат, и они дадут необходимый солоноватый привкус. Лучше использовать ламинарию в сухом виде. Можно приобрести готовый порошок или купить листы водорослей и покрошить их. Консервированная морская капуста часто содержит много добавок и дополнительную соль, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить состав. В Японии ламинарию называют морским женьшинем за способность быстро восстанавливать силу человека. И не зря. Морская капуста содержит множество витаминов Е, А, С, Д, всю группу В, и полезных микроэлементов – йод, фосфор, натрий, железо, магний. Способствует повышению иммунитета, укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, улучшает пищеварение. Уксус и лимонный сок. Один из способов обмануть вкусовые рецепторы – заменить соленый вкус кислым. Добавьте в салат, суп или горячее немного лимонного сока. И недосола никто не заметит. Для заправки салата можно использовать не только лимон, но и апельсин. Смешайте его сок с оливковым маслом. Можно добавить немного соевого соуса. Помимо оригинального вкуса, вы получите еще и дополнительный витамин С. Добавить кислинку можно и с помощью уксуса. Столовый, яблочный, винный, рисовый, бальзамический. Используйте любой из них для мяса, рыбы и заправки салатов. Зелени пряности. Добавляйте в блюда больше зелени – укроп, петрушку, кинзу, базилик, зеленый лук. Можно использовать их также и в сушеном виде, но лучше заготовить зелень самостоятельно, так как в промышленных приправах могут содержаться добавки и та же соль. Хорошо также использовать эстрагон, розмарин, чеснок, орегано, паприку, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец. Эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще многие специи считаются природными антидепрессантами и улучшают настроение. Сушеные овощи. Заготовить заранее и добавлять в блюда по мере необходимости можно не только зелень, но и овощи. Они в разной степени содержат хлорид натрия, а во время сушки его концентрация в мякоти увеличивается в несколько раз. При этом витамины и микроэлементы также сохраняются. Сельдерей. Во время роста он списывает большое количество органического натрия из почвы. Поэтому его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус. Кроме того, сельдерей, особенно его корень, содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий, железо, магний, селен, кальций, марганец, цинк и фосфор. Он улучшает подвижность суставов, помогает при анемии, снижает давление, благотворно влияет на нервную систему. Можно приготовить соль из сельдерея. Нарежьте очищенный корень на небольшие кусочки, высушите в духовке, затем измельчите в блендере в порошок. При желании добавьте другие пряности и другие сушеные овощи. Используйте эту приправу для любых блюд, но без соли. Вкусовые рецепторы человека адаптируются постепенно. Привыкнув к пониженному потреблению соли, вы начнете получать больше удовольствия от пищи и чувствовать более широкий диапазон вкусов. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Как писать правильно и что на самом деле значит это слово? Правильно, конечно, ностальгия через О. Слово ностальгия пришло к нам из греческого языка, где ностас – отсюда и первая буква О в слове, и это возвращение домой. Альгос, а вот и обоснование безударной А – страдание. Долгое время единственным верным значением слова – ностальгия – считалась тоска по родине, родному краю, дому. Сейчас же словари фиксируют этот вариант как книжный и допускают более широкое значение слова – тоска о прошлом, о пережитом, об утраченном. Если вы хотите уточнить, почему конкретно ностальгируете, то делать это правильно при помощи предлога «по». Ностальгировать по школе, по детству, по прошлому или даже по-настоящему, как у Вознесенского. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Итак, запомнили? Ностальгия пишем через О. Субтитры создавал DimaTorzok